Ох, это определение всяких сомнений будет непросто. Итак, первое десятилетие миновало в премиях Юга 60-го года. Снова Хайнлайн, скоро он будет опять. И, наверное, самое известное, попсовое, растиражированное произведение «Звездный десант». Ух, приветствую на канале, это Тим и... Всё прям сложно. Скажу сразу, у меня впечатление о книге плюс-минус положительное. Но у неё огромное количество проблем. Ну, начну с достоинств. И меня, кстати, в некоторой степени удивило, что часть моих претензий была даже предъявлена на момент выхода в Америке. Что удивительно. Ну и позже. Итак, о чём вкратце книга? Думаю, большая часть людей смотрела фильм, куда меньше проходила игры. Тем более, парочка вышла вот недавно, уж не знаю, по каким причинам. Сиквелы, думаю, и прочие анимационные версии. Мало кто смотрел. Полагаю, ну, большая часть. Первый фильм. Потом, наверное, книга. И вы имеете представление, что это история о мире, которым правят военные. Они сталкиваются с жуками и мочат их. В целом, если даже сильно не упрощать, это весь сюжет. Без каких-то неожиданностей, без какой-то глубины. Такой боевичок. Итак. Однако ж. Однако ж. Книга-то совсем не об этом. Книга, по большей части, это история о какой-то армейской жизе. И тут нельзя авторы не похвалить. Армейская жиза описана... ...за одним вот-вот-вот-вот... ...таким вот огромным исключением. Довольно хорошо. Подробно. Прямо ощущаешь. И да, иногда чуть-чуть вбрасывают какие-то конфликты. Что окей. Какие-то подробности о мире. Что очень не окей. Знаете, обычно я настаиваю на том, чтобы... ...автор как-то, ну... ...прописывал мир. Рассказывал нам. Да? Но в некоторых случаях этого делать не стоит. Лучше промолчать. За у нас сойдешь в данном конкретном случае. Я понимаю, что это применимо и ко мне. В рамках рассмотрения данной книги. Но не суть. Пример. Простой пример. Есть, значит, у нас... ...люди. Есть у нас жуки. Есть у нас дохляки. В моем переводе это были дохляки. Уж не знаю. Что это? Кто это? Вообще непонятно. Мы лишь знаем, что дохляки сказали жукам, где земля. Потом люди... ...на них напали. И те переметнулись. Это все, что мы знаем. О целой гребаной инопланетной расе. И это дает больше вопросов, чем ответов. Да. Мы получаем некую информацию, что... С жуками, видимо, как-то можно общаться. Эти дохляки как-то общаются. Но может они тоже жукоподобные. Или это раз эти... Не важно. Забудьте, забейте. Таких вещей очень много. Или... Говоря о построении мира. Очень много... Ошибок. Ошибок. Дипломатично выражусь. На моменте, когда... На более позднем. Когда главный герой Рико идет в офицерскую школу. И там нам подают кучу идеологии. Опять же, ненужная подробность. Нам таким образом рассказывают о каких-то основах местного мира. О ключевых политических, социальных и так далее моментах. Говорят, а знаете... А вот как... Как... Миром стала править военная хунта. О, не. Не военная хунта, само собой. А группа замечательных, добрых, лучших людей на свете. Об этом, об этом чуть позже. Ну, короче, смотрите. Где-то... Пару ветеранов. Ну, ладно, не пара. Несколько ветеранов. Собрались такие в пабе, себя думают. А давайте всякие вещи решать. Ну, давайте, давайте, давайте. И чтобы только ветераны были. Ну, или люди, служившие. Они как бы свои. Ну, давайте, давайте. А потом, каким-то образом, эти посиделки в баре распространились на весь мир. Вся история. Знаете, как вот тот мямный момент с Южным парком. Вот здесь то же самое. Слишком большой скачок. Слишком большой скачок от посиделок в баре до буквально мирового господства. Слишком большой скачок. Вообще ничего не объясняющий. И да, огромная фундаментальная проблема, касающаяся главного достоинства армейской жизы. То, что это ни хрена не армейская жиза. Смотрите, ситуация такая. Хайнлайна комиссовали. И, видимо, это область спекуляций. И еще одно доказательство в пользу того, пусть и спекулятивное, что концептная смерть автора не работает. И об этом еще будет сказано далее. Его комиссовали, и он, может, из-за этого как-то очень тосковал по военной службе. Поэтому вся военная служба, глазами Хайнлайна, это рай. Среди военных, профессиональных военных, там кадеты еще не считаются. Среди военных нет ни одного отрицательного персонажа. Это буквально воплощение мема. Ну, наверху не дураки сидят. И да, действительно, наверху сидят не дураки. И чем выше звание, тем более лучше человек это. Генерал это, наверное, воплощение. Прям воплощение идеала. Всего лу... Спрашивают еще у Рика. А почему военные правят? Почему военная служба? Ну, начинают что-то как-то рассуждать. Не-не, смотрите. Военные знают, что такое брать на себя ответственность. У них есть понимание, вот это сплочение, общее благо над личным. И как бы все. То есть, автор говорит, что, ну там, Рика или кто-то там предполагал, что, о, они же очень умные. Что есть люди, которые и поумнее этих военных. Но военные как бы разбирают. То есть, автор в одной фразе говорит, что, ну, в принципе, нет разницы в интеллекте. То есть, ну, все мы люди, да? Но потом, обрубая, говорит, все мы люди, но среди военных плохих людей вообще нет. Ни одного. Никакого диктаторства. Невероятно низкий уровень преступности. И фактически это утопия. Потому что во главе военная хунта. А эти всякие ваши дерьмократии, не. Ну их. Еще один момент, с которым я прям посмеялся. Один кадет. Уже там военное время. Уже конфликт с жуками до полноценной войны разросся. Один кадет взял и вмазал инструктору. Военное время. Его приводят. Он тут же начинает. Да я все ваши правила во все места любил. Ты тут же читал. Да, да, каждое утро. Там уж четко говорится, что нельзя нападать на вышестоящие. А че он? А че он докапывается до меня? А че он меня обижает, тыкает по-всякому? Вот я ему и вмазал. Он первый вообще начал. Я сижу и думаю, это... Это кадет. Причем уже долгое время. Долгое время находящийся. Он не вчера пришел. Там уже... В самой книге говорится, весь мусор быстро рассеялся к этому моменту. И вся эта ситуация выглядит максимально надуманной какой-то. Ему говорят, вообще по-хорошему тебя повесить надо. А он... Да повесить? Да вы кто? Да я такой. А вы вообще все мусор? Я должен все решать. А позовите начальство. Я читаю и думаю... А... Че вообще происходит? Бред какой-то. Ладно. Начальник спрашивает. Точно вмазал? Да вмазал, да че? Да он... Ух. В итоге... В итоге... Его выгоняют. Лишают права стать военным. И пару раз... Отхлестают. А главный герой смотрит, как того хлистают. И его стошнило. Я сижу и думаю... Почему? Почему? Там... Ох, многих стошнило. Кого-то просто отхлестали. Какие же вы там гребаные одуванчики. Черт поверь. Позже вот начальник с инструктором болтает. Вот жалко парню. Он уже... Он в принципе как бы молодец. И ты... Не мог как бы сдержать его. Уклониться или что. Или вмазать так, чтобы он и не думал. Какую-то агрессию проявлять. Ну да, да. Жалко парню. Они там чуть ли не плачут. Из-за того, что выгнали человека, который в военное время напал на вышестоящего по званию. Но это еще кадет. Кадеты не считаются. Среди настоящих военных ни одного плохого или дурного человека. И условием для повышения является как бы... Прокачка способностей до определенного уровня. Я не знаю. Рик это даже вот говорит с одним сослуживцем. Слушай, а вот ты не думал тоже в офицерскую школу. Не, это не мое. У меня способ... То есть... То есть... То есть... Военные точно такие же люди, как все остальные. Но идеальные. Там нет никого некомпетентного. Там нет никого, кто продвинулся благодаря связям. Там нет никакой коррупции. Никаких злоупотреблений властью. И это... ПИЗДЕЦ. Простите меня. Но... Солдатская армейская бытовуха... Это лучшая часть книги. Но... Когда ты понимаешь, что все это какие-то... Крайне-крайне ванильные... Фантазии Хайнлайна... Возникают вопросы. Он же был в армии. Он должен понимать, как... Как все это работает. Как все это существует. И он же в принципе... Живет жизнь. Он должен понимать, что нельзя взять и выделить... Отдельную группу людей, сказав, что смотрите, они во всем идеальны. Все остальные люди как люди. А вот эти вот почему-то идеальны. Ну это же... ПОМНЕЙШИЙ БРЕД. Меж тем... Это лучшая часть. Это лучшая часть книги. Это процентов 70-80. Потому что... Если переходить в область идеологии... Это еще больше пиздец. Нам объясняют... Что войны... Заебись. Войны по Хайнлайну. В Звездном Весанте. Это вообще лучшая вещь на свете. Знаете, это как такой контрастный душ. Встал, сутрищкаешь. Ну да, чуть-чуть некомфортно. Но в целом... Замечательно. Идеально. И нет лучшего варианта, чем это. Читаешь и думаешь... Твою... Твою-то мать! Потом читаешь вот всякие... Всякую критику... Этой книги. Что автора обвиняли в империализме. В околофашизме. И тут у меня щелкнуло. Я понял. Думаю, все-таки... Как я говорил ранее, большая часть людей смотрела фильм. И помните... Помните же, что это была такая довольно мощная пародия? Что весь этот режим был от сердца к солнцу, как говорится. Очевидная форма. Очевидные тупейшие пропагандистские ролики, отсылающие там к временам холодные войны. И тут понимаешь... А, ну да. Ведь книга вышла в шестидесятом году. И все эти глупейшие пародийные ролики в то время были на полном серьезе. Опять же, нужно контекст создания понимать. Я не оправдываю Хайнлайна. Он... Он... Ну... Окей. Обвинение его там в фашизме, в империализме, прочее и прочее. Спорно. Сомнительно. И скорее не чем. Да. Но то, что это некая военная хунта, идеализированная абсолютно, то, что там полнейший культ силы, немалая доля ксенофобии, и даже гребаных жуков называют жуками уже пренебрежительно. Но во-вторых, во-вторых, их называют суперкоммунистами. И тут прям картинка-то складывается. Фактически, звездный десант. Это история о том, как ванильная, идеализированная, военная, ультраправая хунта уничтожает космических, коммунистических жуков. Все. Все. Более того. Там еще... Ух, такие перлы выдает. Типа, ну, знаете, насилие, насилие. Лучший способ решения проблемы. Ну, стоишь ты в очереди, да, там, не знаю, в каком-нибудь учреждении, в МФЦ. Задолбало. Подошел просто на, на. Там же бабки и деды в основном. По хайнлайну это лучший, лучший способ решения проблем. Лучший способ решения конфликтов. А когда, уууу, о детях, о детях, ох. Начинает рассуждать. Вот, высокий уровень детской преступности был. А почему? Ведь где... Почему вообще существует детская преступность? Я читаю и думаю, ну, детская преступность существует в силу того, что человеческое общество достаточно сильно и далеко развилось, и пришли к мысли, что из общей массы преступников надо выделить детей и относиться к ним помягче. Все-таки они незрелые. И да, незрелым можно быть в любом возрасте, хоть всю жизнь там незрелым дурачком прожить, или быть достаточно зрелым еще в подростковом, пережив всякое дерьмо. Это не показатель, но в целом, в целом. Дети более незрелые, поэтому к ним нужно отношение помягчить. Там и религиозный аспект накидывается. Поэтому, а Хайнлайн говорит, не, 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 не. Вообще, что такое детская преступность? Преступность значит приступить закон. Стало интересно, какие он там словесные обороты использует в оригинале. Но, не суть. Потому что, потому что. Детей перестали пиздить. Опять же, на себе лучше способ решения проблем. Он там проводит сравнение с щенком, но в ироничном ключе. Наверное, я надеюсь, во всяком случае. И говорит, смотрите. Детей стали снова пиздить, вернули телесные наказания, и детская преступность исчезла. И думаешь, ну, да, 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 да. Потому что ты, Хайнлайн, придумал эту вселенную. Только поэтому. Дети из-за жестокого обращения с ними не становятся лучше. Они не начинают вести себя лучше. Видимо, автор апологет идеи Бей бабу, мол, там будет баба золото, а женщина небольшая ремарочка будет чуть позже. И да, ведь вся история различных там серийных убийц, сексуальных маньяков говорит нам о том, что это люди, которых в детстве хоили и лелеяли. Которые жили на всем готовом, на которых руку не поднимали, и особенно теплые отношения у них были с матерями, да. Видимо, видимо, вот в этом манимирке Хайнлайна все работает именно так. Опять же, кажется, мелочь, мелочь, но, но. Если автор уделяет этому внимание, я буду об этом говорить. Потому что все это звучит как полнейший чудовищный бред и ахинея. И смотрите, не буду отрицать, не буду отрицать. Идеология это вещь дискуссионная. Знаете, вот как я ругал основание Азимова за тупость сюжета, особенно сильно меня взбесила концовка, но опять же, это вопрос идеологии. Это спорно. Я не могу сказать, что это плохо, просто это очень мне не заходит. Потому что единственное спасение всего живого это потеря индивидуальности, личности, уничтожение всего творческого и слияние в коллективном разуме. Это фу. Фу. Никакой свободы, сексуальной в том числе. Сказали тебе вот соединиться вот с особью определенной тыс, не соединить. Мерзко же. Фу. Это дискуссионно. Но вот то, что говорит Хайнлайн, это не дискуссионно. Не дискуссионно, например, дискриминация. Да, это тоже вопрос идеологии, но это не дискуссионный момент. Есть вещи очевидно плохие или очевидно тупые. Вроде насилие лучший способ решения проблем, пизде детей я не буду себя хорошо вести. Это, конечно, ух, о женщинах, о женщинах. Что можно сказать о женщинах? Просто, опять же, маленький эпизод. Неплохо так характеризующий подход Хайнлайна. Вышли, значит, куда-то. В город. Смотрят. Я второписую. Ух, такие, такая там вот вот, вот такая вот вся. Сразу понимаешь, за что воюешь. И, окей, предположим, с одной стороны, это отображает сильный, сильное желание военных из числа мобильной пехоты. Там женщин нет, потому что, ну, не знаю, видимо, тупых женщин в этом мире тоже нет. Ведь женщина это же нечто такое, эфемерное, великолепное, воздушное. Такая подача, кстати, в книге тоже имеется. И да, описывать, что вот, да, воюем мы за вот таких, вот понимаете, это все же лучше, чем сказать, что мы воюем за булочку, но, но, это, это вещи не на одном уровне, но вполне себе сравнимые, на мой взгляд. И да, тут, тут, у людей честно спрашивают, на что они способны при наборе в армию, те честно отвечают, и вот самые глупые попадают в мобильную пехоту, потому что там это вопрос тренировок, ты ходишь в костюме стальной гориллы и раздаешь всем люлей. И это тоже отдельный вопрос, ух, насколько эффективна местная армия. И можно провести аналогию с космодесантниками, в принципе, потому что это тоже прям такие большие махины, это элита, вот только это элита. Более того, это элита еще и потому, что сам вот Рика говорит, ну, поступил у нас в учебный лагерь, что-то порядка там 2000 с копейками человек, ушло то ли 170, то ли 180, то есть, то есть, то есть, выпуск в пределах 10 процентов. Ну, ладно, предположим, это же элита, да? А какая тут обычная пехота? Ну, можно провести аналогию с космодесантниками, но там, помимо космодесантников в Вархамере, да, есть огромное пушечное мясо в виде имперской гвардии. Есть еще пушечное мясо в виде сил местной самообороны. Планетарная оборона СПОшка. А, 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 а нет, а все. То есть, то есть, то есть, в армию набирают добровольцев. Едва ли выпуск в лагерях как-то отличается, то есть, из этих добровольцев в пехоту попадает только 10 процентов. 10 процентов. Из числа добровольцев. Не буду отрицать таких тупеньких и некомпетентных большинство, но, но все же. То есть, получается, никакого пушечного мяса нет, есть только элита, и нам говорят, что жуки-то давят людей толпой. И размен один член мобильной пехоты на тысячу жуков уже для них выгоден. А почему еще какую-нибудь армию не набирают? Ведь это вообще неэффективно. Абсолютно неэффективно. Учитывая, что добровольцы, учитывая, что уже война идет, никакого принудительного набора нет. За счет добровольцев формируется 90 процентный отбраков я не понимаю. Ладно, ладно, есть еще один вид пехотных войск, о которых нам говорят, который еще блядь менее эффективен. Это разведчики, это отдел К9. Главный герой был пригоден вот только для мобильной пехоты и К9. Но К9 это еще большая бессмыслица и ахинея. потому что человек как-то вот супер ментально связывается с собакой, с кибер собакой, с супер мега гига кибер собакой. И поэтому думаешь, ну, вроде звучит неплохо, да? Нет. Потому что это пиздец. Если собаку убивают, человек впадает в депрессию, его отправляют в психушку лечиться, и он, ну, может, когда-нибудь сможет нормально функционировать, но не в условиях военных действий. Если убивают человека, собака становится абсолютно непригодна. И как бы все. То есть, то есть, то есть, есть две боевые единицы, работающие в связке. Но если убить одну, вторая хайнлайн, вторая тоже исчезнет. Так в чем смысл, опять же? Как эта гребанная армия воображение хайнлайна вообще работы, я не понимаю. Может, они добиваются всего за счет там, не знаю, артиллерии, артиллерии какой-нибудь, или звездолетов. Обстреливают там все, все, артиллерии. Ух. Вот настолько это плохо. Вот настолько. Если говорить, ну, опять же, отсылаться к персонажам фильма, та вот подружка, которая в фильме служила в пехоте, это просто эпизодически умирающий мужик. Тут же тут женщины не служат. Та подружка, которая пилот, тут тоже пилот, но она опять же постольку поскольку. Тот, кого воплотил себе Нил Патрик Харрис, он тоже что-то как-то там не очень хорошая его судьба была. А, еще момент с отцом. Момент с отцом. В фильме там мать с отцом погибают при атаке на Буэнос-Айрес. Здесь погибает мать, отец нет, и он идет в пехоту, он встречается со своим сыном и говорит слушай, я был так неправ, так неправ, понимаешь, я вот чтобы свою жизнь прожил, вот эти вот все деньги, они зачем? Я как бы занимаюсь работой, которую ненавижу, чтобы покупать вещи, которые мне не нужны или что-то в этом духе. То есть мужика Крис среднего возраста и он такой в армию пойду, пойду в армию, чего бы нет. и просто вот по щелчку меняется, думаешь, ну, ладно, предположим, это не то чтобы претензия, просто интересное замечание, а потом после повышения сына, он тоже получает небольшое повышение, начиная служить в его отделении. И в принципе на этом история заканчивается, что вот сейчас будет еще одна операция. Да, финал открытый. Что я могу сказать? Что я могу сказать? Я не хочу говорить, ну, если отключить мозг, книга, ну, да, если сделать лоботомию, вообще не важно, просто будут какие-то там значочки, и смысл не важен, тогда лучше на картиночке посмотреть или что-то в этом духе. Я не могу сказать, что книга плохая, просто в ней столько бессмысленной околесицы, столько мусора, столько бреда, и да, это не обесценивает качество произведения, но есть еще одна вещь, которую мне хотелось бы сказать. Я хотел, но забыл. Враги. Жуки. Как же это лениво. Опять же, опять же, подобные противники имеют право на существование, но, во-первых, если они одни из многих, во-вторых, если это сделано хоть как-то изобретательно и интересно, а тут ничего. Жуки, это просто жуки, мы ничего о них толку не знаем. Есть какие-то рабочие, бесполезные, есть воины, есть всякие там мозги, маски, но, опять же, мы о них знаем постольку поскольку. И это из детских ленивых враг. Во-первых, тут есть некий элемент такого, опять же, нужно понимать контекст, что Хайнлайн считал, что Америка недостаточно агрессивна по отношению к Советскому Союзу, Китаю, надо их давить, этих суперкоммунистических жуков, ну, понимаете, да, сравнение людей, которые тебе не нравятся с жуками, самое такое принижающее, наихудший вариант это паразиты, но армия паразитов это как бы не особо, да. А вот жуки, тем более история про паразитов, захватывающих людей, которые с виду благочестивые американцы на самом деле нет, у Хайнлайна уже есть. Я читал, у меня есть большой сборник в электронном виде, я вот прочитал первый том, там был этот двойник, звездный десант, дверь в лето, которая, и вот это вот кукловоды, уже есть, это о врагах внутри, а это о врагах снаружи, ну черви, да, но черви тоже не особо, тем более, черви обычно бывают в армии жуков, это уже такое, и учитывая, что он назвал жуков суперкоммунистами, это уже как бы, ну, нельзя сказать, что вся книга это такая нападка Хайнлайна на коммунистический режим, это уже попахивает шизой какой-то, но то, что немножко так вот, вот, он периодически рассказывает, 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 говорит, ну вот это вот, одно другое, ну коммунизм вообще одно, я думаю, что? Опять там, строение 100 спустя, а кстати, жуки это суперкоммунисты, то есть, у него внезапно что-то подгорает, будто он сидит, читает новости, видит что-то, что ему не нравится, о коммунизме, такой, да, да, вот сейчас это в книгу введу, впишу, покажу им всем, можно ли жуков сделать интересными, да, безусловно, тираниды, опять же, помимо тиранидов в Архаммере есть куча всего другого, все же там еще есть культ, есть вот эти инфильтраторы, что-то интересное, зерги, например, в Старкрафте, тоже, история их, весьма занятна, разнообразие велико, есть чистокровные зерги, есть вот те, на которых Селнага воздействовали, и вся история королевы клинков, Сары Керриган, прям, конфетка, еще и обаятельных персонажей, говорящих про эссенцию, ух, во втором допе прям, круто их раскрыли, ближе, ближе к хайнлайну по времени, игра Эндера, опять же, с виду просто жуки, которых точно так же презирают, уничтожают, на самом деле, конфликт основан на недостатке общения, на дискоммуникации, на том, что, просто эти два вида настолько по-разному мыслян, что они смогли найти общий язык, вот, интересно, потом, рефлексия главного героя по поводу, почти, что на все же нет, уничтожение целого разумного вида, неплохо сделано, хотя, претензии у меня к поздним книгам из цикла именно Эндера, а не Бобу, полно, но, то есть, жуков можно сделать интересными, можно какую-то занятную историю, а у хайлайна, ну, короче, есть космические жуки, и мы их мочим, может, не знаю, у космических жуков на планете нашлась космическая нефть, вот, люди и позарились, я не знаю, понятия не имею, но, учитывая, что это такая федерация, или как, там почти всегда подобные организации называют земной федерацией, но, на деле же, это военная хунта, и как абсолютно милитаристское государство, оно может только расширяться все сильнее и сильнее, иначе оно просто схлопнется, и перестанет существовать, ну, разумеется, не во вселенной хайнлайна, где все военные, это замечательные, лучшие люди на свете вообще, ух, вот теперь, вот теперь, продолжишь вывод, книга неплохая, но, всякого дерьма в ней прям полно, 6 из 10, 6 с половиной, 6,3, 6,3, 75, где-то так, ух, скоро еще один хайлайн, кстати, но, с большей паузой, а на этом, пожалуй, у меня все, подписывайтесь на канал и бусти, я пойду смотреть спин-офф Castlevania, от которой, скорее всего, сгорют, уважаем, и длительно об этом расскажу вам, спасибо за внимание, и пока!